Басмурнала, аль-хамданиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля алихи и асхаби и амену аля аммаба'ад. На прошлом уроке завершили на том, что разобрали третью группу людей, которые являются кем, и называются кем? Аль-Муаптиллах, то есть людьми, которые аннулируют священные контексты, в которых встречаются атрибуты или имена Всевышнего Аллаха, субхану ата'аля. И Шейх Ибн Асаймин, рахиму Аллаху, упомянул шесть причин или шесть доводов на то, что этот мазгаб, то есть эта группа людей, их мазгаб является ложным и является противоречащим Курану и Сунни. И затем Шейх Ибн Асаймин привел пять ложных выводов, которые вытекают из их мазгаба. Все они указывают на ложность также их мазгаба. И сегодня продолжаем. Шейх Ибн Асаймин говорит. Также необходимо упомянуть то, что из Аль-Муаптиллах, то есть из людей аннулирующих, есть те, которые используют свои правила относительно всех атрибутов. Как, например, кто? Как, например, Муатазилиты. А есть также и те, которые используют свои правила и применяют их также к именам Всевышнего Аллаха, субхану ата'аля. То есть аннулируют не только атрибуты, но еще и плюс имена. Это как кто? Как джагмиты. Джагмиты аннулируют как атрибуты, так и имена. А из них есть те, которые противоречат сами себе. И утверждают некоторые атрибуты, а некоторые отрицают. То есть вместе с тем, что никакой разницы при этом нет. Говорит, как, например, Ашариты и также Матуридиты. Некоторые атрибуты они утверждают. С каким доводом? Говорят, потому что разум указывает на их утвержденность. И некоторые виды атрибутов они отрицают с доводом на то, что разум не согласен с их утверждением. Или не указывает на них. То есть шейх Ибнус Аймин сейчас приступил к новому блоку вопросов. Он что говорит? Люди, аннулирующие Ахлюта-Отель, также бывают, говорит, разных степеней. Есть те, которые аннулируют все атрибуты. Есть те, которые аннулируют не только атрибуты, но еще и плюс имена, как джагмиты. А есть еще и те, которые часть атрибутов аннулируют, а часть что делают? А часть утверждают. Эти, говорит, вообще противоречат сами себе. Почему? Потому что утверждают они что-то или отрицают на основании чего? Разума. При том, что нормальный здоровый разум указывает на то, что то, что они утверждают, точнее, что то, что они отрицают, так же они должны утверждать. Так как между утверждением и отрицанием, то есть между этими атрибутами нет никакой разницы. То есть они в своем утверждении, в своем отрицании основываются не на Кур'ан и Сунну, а основываются на свой разум. Говорит, в Ханакулю лагум, мы скажем им, то есть Ашаритам и Матуридитам. То, что вы говорит, отрицаете То есть, те виды атрибутов, которые вы отрицаете С доводом на то, что разум не указывает на эти атрибуты И не указывает на их утверждение Возможно их утвердить То есть, эти атрибуты, на самом деле, тоже дорога разума Посредством которого вы утвердили Те атрибуты, которые утвердили Так же, как эти атрибуты утверждены чем? Плюс еще и доводом из Хурана и Сунны. То есть, шейх Ибн Усаймин что хочет сказать? Вы утвердили какие-то атрибуты, и при этом какие-то отрицаете. Почему отрицаете? Потому что говорите, что разум их не утверждает. Мы вам скажем, что разум утверждает их так же, как утверждают те атрибуты, которые вы утверждаете. Говорит, например, Ашариты утверждают атрибут Аль-Ирада, желание Всевышнему Аллаху. То есть, Ашариты говорят, мы утверждаем, что Всевышний Аллах способен желать. Но при этом они отрицают атрибут милости. Говорят, Аллах, сфанаталья, не описывается милостью. Почему? Потому что на это не указывает разум. А на желание разум указывает. Говорит, Они утвердили атрибут желания, потому что на это указывает довод из Хурана, а также на это указывает разум. Что касается довода из Хурана, то из этого слова Всевышнего Аллаха, Но Всевышний Аллах делает то, что пожелает. Видишь, они сказали, вот, Всевышний Аллах сказал, что он юрит, что он желает. Значит, мы утверждаем относительно него атрибут, какой желание. А что касается разума, Говорят, и еще, мы утверждаем желание Всевышнего Аллаха, потому что на это указывает разум. Почему? Говорят, Потому что различие творений, то есть то, что в этом мире есть множество разных творений, И выделение некоторых из этих творений, определенными отличительными признаками, из сущностей, или из разных описаний, Это указывает на то, что у Всевышнего Аллаха есть желание. То есть, как они сказали, Смотри, говорит, мы видим, что в этом мире есть разные виды творений. Одно творение рыба, другое творение птица. Рыба, что у него крыльев нет, а у птицы есть крылья. Зато у птицы нет того, что есть у рыбы. То есть, допустим, птица не способна жить в воде, а рыба жить в воде способна. Также среди людей Есть люди с черным цветом кожи, Есть люди с белым цветом кожи, Есть люди, допустим, что с большими глазами, Есть люди с узкими глазами, Есть люди с кучерявыми волосами, Есть люди с какими? С волнистыми волосами. То есть, все это различие в различных видах творений, Как в сущностях, так и в описаниях, Говорит, указывает нам на то, что у Аллаха есть желание. То есть, Он желает одно творение создать так, А второе творение желает создать по-другому. Понятно или нет? То есть мы, говорит, как утвердили этот атрибут, исходя из Курана, так как Куран говорит, что Аллах делает, что желает. То есть у него есть желание. И плюс еще из доводов разума. Так как мы видим различные виды творений, а эта различность в них указывает на то, что Всевышний Аллах способен различать одно от другого и желать одно создать так, а второе создать так. Значит, Всевышний Аллах описывает с каким атрибутом? Желание. То есть вот этими двумя доводами, доводами Курана, а также доводами разума, они утвердили этот атрибут Всевышнему Аллаху. Но при этом они отрицают от Всевышнего Аллаха милость. Говорят, почему мы отрицаем милость от Всевышнего Аллаха? Потому что неизбежно вытекает из милости то, что милостивый, каким является лин, то есть мягким. И у него есть что? Добродушность и мягкость к тому, кого он жалеет. То есть у него есть определенные чувства. И это невозможно относительно Всевышнего Аллаха. То есть, говорит, милость несет за собой что? Склонность сердца и жалость сердца к этому творению. А это говорит, что невозможно относительно Всевышнего Аллаха. То есть, невозможно, чтобы Всевышний Аллах описывался жалостью, мягкостью, так или нет. Потому что это все является чем? Недостатком. Поэтому мы, говорит, отрицаем от Всевышнего Аллаха милость. И при этом они истолковали те доводы Кур'ана, в которых утверждается атрибут милости. Истолковали и сказали. Иль альфиаль ау ирадат альфиаль. Под милостью имеется в виду не атрибут описания, а атрибут действия. Имеется в виду действие. То, что Аллах спонталя милует людей или милует творение. Но при этом Всевышний не описывается атрибутом милости. Или ирадат альфиаль. Они сказали, видишь, то есть желает миловать. Он не милует, но он желает миловать. Почему они сказали, что под милостью имеется в виду желание миловать? Потому что они утверждают Всевышним Аллах атрибут желания. И все остальные атрибуты они подгоняют под этот атрибут. И говорят, что гневается. Имеется в виду желает гневаться. Говорят, бывает довольным. Имеется в виду желает быть довольным. Но не бывает довольным. Если мы скажем, что он бывает довольным, то это значит, что Всевышний Аллах ликует и тому подобное. А это все не годится и не пристало к Всевышнему Аллаху. Говорит, фафасфару ар-рахин бель муньин. Поэтому сказали, что значит милостивый, то есть тот, который наделяет людей или творения различными милостями. Ау мурид алинам. Или тот, который желает наделять творения милостями. Понятно или нет? Но сам милостивым не является. Так они и говорят. Фанаку люляху. Мы им скажем. Смотри. То есть сейчас Шаях ибн Усаймин будет их же доказательствами, которыми они утвердили атрибут желания, доказывать им, что они обязаны утвердить атрибут милости. А если они его не утвердят, то этим самым они противоречат сами себе. Говорит Фанаку люляху, мы им скажем. Ар-рахмад сабита лилляхи таалаби ладилля ас-сан'ия. Во-первых, милость как атрибут установлена относительно Всевышнего Аллаха различными доводами из Кур'ана. И доводов на утверждение милости Всевышнему Аллаху больше, как количеством, так и разновидностью, чем доводов на утверждение желания Всевышнего Аллаха. То есть вам можете подписать, что желание в Кур'ане утверждается только действием. Желание в Кур'ане утверждается только действием. То есть Всевышний Аллах говорит, например, Но Аллах делает то, что пожелает. Здесь юрид это что такое? Фиаль, действие, так или нет. То есть Всевышний не говорит, что он мурид, желающий. Или у него есть имя мурид, желающий. И так далее. То есть приходит утверждение атрибута только чем? Только действием. Говорит, а милость приходит в виде имени. Говорит, и в виде описания. Мисль, как, например, Всевышний говорит, И твой Господь, прощающий, обладающий милостью. Видишь, обладающий милостью. Это что такое? Атрибут. А также в виде действия. Всевышний говорит, и он милует того, кого захочет. То есть Шейхаб на Усайме что здесь хочет доказать? Говорит, смотри, атрибут милость установлен Всевышним Аллаху гораздо большим количеством доводов, чем атрибут желаний. Более того, не только в количестве больше, но еще и в видах больше. Желание устанавливается только контекстами действия, так или нет, в которых упоминается действие, а милость устанавливается различными способами. Как упоминанием имени, так и упоминанием описания атрибут, так и упоминанием действия. То есть говорит, что если вы правдивы в том, что при утверждении атрибута вы основываетесь на Куран и на Сунну, тогда атрибут милость вы должны утвердить Всевышнему Аллаху более твердо, чем вы утверждаете атрибут желания. Говорит дальше. А также возможно утвердить этот атрибут посредством разума. Потому что милости, которые не сходят на рабов со всех сторон, татра, то есть которые приходят постоянно, татра одна за другой, на рабов с разных сторон, а также те злосчастия, которые отводятся от рабов каждое мгновение, то есть каждое мгновение Всевышний Аллаху отводит от человека различные тяжести и различные злосчастия, так или нет. Различные болезни, например. Разум указывает нам то, что все это несет за собой утверждение милости Всевышнему Аллаху, так или нет. То есть мы видим, сколько Аллах дает нам милости и сколько Он отводит от нас несчастий. Все это указывает на то, что Всевышний Аллах описывается милостью. И говорит, указание этого на милость более ясно и более понятно каждому человеку, чем указание конкретности на желание. Как понять? То есть они же говорят, почему мы утверждаем желание? Потому что мы видим конкретность, конкретизацию. Аллах конкретизирует это творение такими-то описаниями, а другое творение другими описаниями. Это рыба, а это птица. Вот это, говорит, тахсис, это конкретизация одних творений одними атрибутами, а других творений другими атрибутами. Разум указывает нам посредством этого на что? Что Аллах описывается атрибутом желания. Шейх ибнус Аймин говорит, те милости, которые не сходят на человека постоянно, и те злосчастья, которые отводят от человека постоянно, более явно указывают нам на то, что Всевышний Аллах описывается атрибутом милость, чем вот эта конкретизация отдельных творений, одних творений от других, указывает на что? На желание. То есть он что хочет сказать? Разум указывает на милость более явно, чем указывает на желание. Потому что любой человек, будь он умный или глупый, большой или маленький, видя сколько блага Всевышний Аллах ему дает и сколько злосчастья от него отводит, понимает, что Всевышний Аллах описывается милостью. Но не каждый человек может догадаться, каким видом может догадаться на то, что Всевышний описывается желанием, потому что одно творение конкретизируется вторым. Для этого надо быть чем? Для этого надо быть требующим знания, посмотреть на эти вещи внимательно и тому подобное. Только после этого ты можешь догадаться до этого. Говорит, лизгур дали калилхаса вальамма. То есть каждый человек явно видит различные милости от Аллаха, как умный человек, так и глупый человек, как ученый, так и простолюд. Все это видят и могут утвердить Всевышнему Аллаху милость своим разумом. В отличие от чего указание конкретизации на то, что Всевышний Аллах описывается атрибутом желания. Потому что до этого могут догадаться только отдельные личности, которые будут сидеть, размышлять и так далее. Могут догадаться, что Всевышний Аллах описывается атрибутом желания. Говорит, ламма нафьяу бихуджа анна атамстазим аллиг варрикка фа-джавабу. А что касается того, что они отрицают милость от Всевышнего Аллаха с доводом на то, что это приведет к тому, что значит Всевышний Аллах жалеет и проявляет слабость и так далее, то мы на это ответим так. Аннаазиль худжа лавканат мустакима ламканан анафиль и радаби митлига. Если бы этот довод был правильным, то таким же доводом мы могли бы отрицать и желание от Аллаха. Желание это что такое? Желание это склонность желающего к тому, относительно чего он надеется, что он получит от него пользу. Или надеяться на то, что посредством этого он отведет от себя какое-то зло. И это несет за собой в обязательном порядке нужду. Так или нет? Аллах не нуждается в их. То есть, брат, когда ты желаешь чего-либо, почему ты, что такое твое желание? То есть, твое желание, когда твое сердце склоняется к какому-то предмету или какому-то действию. Почему? Потому что ты надеешься, что если ты произведешь это действие, то получишь от этого какую-то пользу или отведешь от себя какой-то грех. А это несет за собой что? Нужду. То есть, ты нуждаешься в этой склонности для того, чтобы что-то получить или для того, чтобы наоборот отвести от себя какое-то несчастье. Это подобает Всевышнему Аллаху или нет? Не подобает, так как Всевышний Аллах не нуждается в чем-либо. И не нуждается в том, чтобы надеяться на какую-то милость или надеяться, что от него будет отведено какое-то несчастье. То есть, видишь, Шейх ибнус Аймин подходит к ним доводом их же, доводом разума. Говорит, хорошо, если вы отрицаете милость, потому что милость это склонность сердца к чему-то, или жалость сердца, или слабость сердца. То же самое можно сказать про желание. Они скажут, нет, 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 это желание творений. Но желание Творца не таковое. То есть, желание Творца не несет за собой нужду. Говорит, Также мы можем ответить и относительно милости. Потому что ту милость, которую вы называете, это милость кого? Творений. Но не милость Всевышнего Аллаха. То, что та милость, которая ведет за собой жалость и слабость сердца, это милость кого? Это милость творений. Но не милость Творца. И вот этими, этой аргументацией, этими доводами становится понятна ложность Мазхаба людей аннулирующих. Как аннулирующих полностью, так и аннулирующих частично. Полностью это кто, например? Джагмиты. Аннулирующие частично это Муатазелиты, Ашариты и Матуридиты. То есть, это целый блок. Он является важным. Он является важным. То есть, к чему он сводится в итоге? То, что те, которые что-то отрицают и что-то аннулируют. Почему они отрицают, точнее, что-то отрицают, а что-то утверждают. То есть, мы можем к ним подойти и заставить их утвердить то, что они отрицают, той же аргументацией, которой они утверждают некоторые атрибуты. Ясно или нет? Со стороны Хур'ана и со стороны разума. Дальше. Теперь следующий блок. Говорит. И этим самым становится понятно. Что дорога Ашаритов и Матуридитов относительно имен Аллаха и его атрибутов. И те доводы, которые они приводят в пользу своей дороги. Этими доводами невозможно порицать или победить кого? Джагмитов и Матуридитов. Почему? С двух сторон. Ахадуума. Во-первых, аннуу тарикун муктада. Потому что дорога Ашаритов и кого? Матуридитов является дорогой нововведения. Не были на этой дороге пророк, а также имамы и сподвижники. А не разрешается отвергать нововведение нововведением. Но обязательно что? Побеждать нововведение сунной, а не таким же нововведением. Потому что муктадзилиты и джагмиты способны сами спорить с кем? С Ашаритами. Относительно того, что они отрицают. А также с матуридитами. С теми же доводами, которые приводят Ашариты и Матуридиты. На то, что они отрицают. То есть смотри, Ашариты спорят с кем? С муктадзилитами. Муктадзилиты отрицают полностью все атрибуты. Так или нет? Отрицают полностью все атрибуты. При этом Ашариты их за это порицают. Говорят, почему вы отрицаете эти атрибуты? Говорит, не пойдет такое порицание. Потому что муктадзилиты отвечают им. И говорят, вы же тоже отрицаете некоторые атрибуты. На какой логике и по какой аргументации вы отрицаете эти атрибуты? Они говорят, потому что так-то и так-то. Муртазелиты говорят, вот именно поэтому мы тоже отрицаем все атрибуты. Ясно или нет? Этим самым что достигается? Что доводы ашаритов не способны противостоять муртазелитам. Потому что муртазелиты используют на свое отрицание те же самые доводы. Говорит фаякулюн, и они говорят, муртазелиты говорят ашаритам. Вы разрешили сами себе отрицать некоторые атрибуты. Основываясь на чем? На различных доводах, вытекающих из разума. И при этом истолковываете различные доводы Кур'ана. Так или нет? Почему же тогда вы нам запрещаете отрицать то, что мы отрицаем? На основе того, что мы тоже считаем доводом разума. И при этом тоже истолковываем различные доводы, что Кур'ана. Смотри, муртазелиты что говорят? У нас есть разум, так же как у вас есть разум. И если у нас разум ошибается, то почему ваш разум не ошибается? То есть муртазелиты спорят с ашаритами. Говорят, наши доводы и ваши доводы одинаковые. У вас есть разум и у нас есть разум. Почему это ваш разум умнее, чем наш разум? И нет у вас никакого крепкого довода, посредством которого вы бы могли нас порицать. Сила муджаррад от тахаккум уайтиба альхауа. Кроме как явного следования за своими страстями. Говорит шейх ибн Усаймин, И это является крепким доводом муртазелитов против ашаритов. И правильная что? Правильная аргументация со стороны муртазелитов и джахмитов относительно ашаритов и матуридитов. И ашаритов и матуридитов никак не могут этого избежать. То же самое. Никак не могут этого избежать. Кроме как если возвратятся к мазхабу правильных предков. Которые всю эту главу приводят в одном едином виде. Не так, что одно отрицают, а другое утверждают. Наоборот, все утверждают, при этом отрицая, что уподавление. Говорит, И правильные предки утверждают Всевышнему Аллаху все именные атрибуты, которые он сам себе утвердил в Куране или на языке посланника Аллаха. Избатан таким утверждением И не будет в нем задавания вопроса как и предавания какой-то конкретной формы. И отрицают от Всевышнего Аллаха всякие недостатки Таким образом, что при этом это не приводит к их коннулированию атрибутов и имен. И не приводит их к искажению контекстов. Говорит, А тому, кому Всевышний Аллах не дал света, нет ему света. Это второй блок, который мы сегодня взяли. Понятно или нет, в чем он заключается? В том, что Ашариты и Матуридиты своими доводами не могут противостоять Матазелитам и Джагмитам. По двум причинам. Первая причина какая? То, что путь Ашаритов и Матуридитов является путем нововведения. А нововведением невозможно поведить нововведение. Нововведение побеждается только сунной. И вторая причина в чем? То, что Матазелиты и Джагмиты используют на свое отрицание те же доводы, которые используют Ашариты и Матуридиты. Поэтому каждый раз, как Ашариты и Матуридиты пытаются порицать Матазелитов и Джагмитов, Матазелиты и Джагмиты что делают? Ставят их к стенке. Ставят их к стенке их же самыми, их же доводами. И последний блок в этом четвертом правиле. Танбих говорит примечание. Из того, что мы разобрали выше, становится понятно, Что каждый аннулирующий является уподобляющим. И каждый уподобляющий является аннулирующим. Как это понять? Говорит Что касается почему каждый аннулирующий является аннулирующим, это понятно. Потому что они аннулируют атрибуты и так далее. Потому что аннулирующие, почему аннулируют атрибуты Всевышнего Аллаха? Потому что он считает, что если он их утвердит, то это будет уподоблением. Поэтому, во-первых, он уподобил, а потом аннулировал. То есть, почему он аннулировал? Сначала он попытался утвердить атрибуты, но понял, что, или решил, что утверждение атрибута приведет к уподоблению. То есть, он уподобил вначале. И поэтому, исходя из этой логики, потом уже начал отрицать. Сказал, нет, нет, тогда я буду отрицать от Всевышнего Аллаха эти атрибуты. Ясно? Поэтому, говорит, каждый аннулирующий в своей основе является уподобляющим. Потому что он аннулирует только потому, что сначала уподобил. Говорит, И также еще и потому, что своим аннулированием он сравнил Всевышнего Аллаха и уподобил Всевышнего Аллаха кому? Напис. То есть, нам, недостаточным творением. То есть, в каком смысле? Раз Всевышний Аллах сможет, у него руки нет, у него лика нет, у него глаз нет, и так далее, и так далее. Так он не слышит, он не видит. То это уподобление Всевышнего Аллаха кому? Творением, которое является недостаточным в своем творении. Слепым, глухим и тому подобное. Ясно или нет? Этим сам тоже что произошло? Уподобление. То есть этот аннулирующий уподобляет еще и с этой стороны. Говорит, уамма тамфил аль мумасфиль фазахир. А что касается того, почему уподобляющий является уподобляющим, то это понятно. Уамма таатыльгу, а почему он является аннулирующим? То есть это уже наоборот. Почему уподобляющий является аннулирующим? То это с трех сторон. Во-первых, потому что он посредством своего уподобления аннулировал контекст, в котором приходит утверждение атрибута. То есть смотри, в контексте приходит, что у Аллаха есть две руки. И он говорит, нет, двух рук нет. Точнее, что он говорит, у Аллаха есть две руки, но они подобны кому? Рукам творений. И тем самым, что он сделал? Он сделал аннулирование этого контекста, так как понял его не в том смысле, в котором он был не способен. Это частичное аннулирование. И при этом он еще аннулировал, какой контекст, в котором Всевышний говорит, лейсак и мислищий. Нет ничего подобного ему. А также аннулировал, какой контекст, вуаля табрибу лилляй ламсаль. И не сравнивайте Всевышнего Аллаха с творением. И тому подобное. Говорит, ведь он сделал так, что этот контекст начал указывать на уподобление. Вместе с тем, что он на него не указывает. Но этот контекст всего лишь на самом деле указывает на такой атрибут, которого достоин Всевышний Аллах и который достоин величия Всевышнего Аллаха. То есть, это первая причина, почему каждый уподобляющий является аннулирующим. Почему? Потому что своим уподоблением он аннулирует полноценность контекста. Контекст указывает на наличие атрибута, при этом отрицается в этом контексте уподобление. А раз он уподобление устанавливает, то этим самым он частично аннулирует этот контекст. А самим, во-вторых, Этим самым он аннулирует каждый контекст, в котором приходит отрицание и уподобление Всевышнего Аллаха творением. Так или нет? Как мы сказали, «Алейсакамислейшей», «Валя тадрибу лилляй ламсаль», «Хальтааламу лаусамия», «Валя мякул лаукуфуан ахад» и тому подобные контексты. Все эти контексты указывают на что? Что Всевышний Аллах неподобен своим творениям. И своим уподоблением он что сделал? Аннулировал эти все контексты, хочет он этого или не хочет. Поэтому каждый уподобляющий является кем? Аннулирующим. Остались и в-третьих, То, что он аннулировал от Всевышнего Аллаха его совершенное совершенство. Ведь он сравнил Всевышнего Аллаха с недостаточным творением. Как мы уже говорили, если ты скажешь, «Мой меч острый, острее, чем палка». Этим сам ты что сделал? Аннулировал от меча его остроту. Так или нет? Так как ты сравнил совершенное с чем? Сравнил его с недостаточным. И этим сам тоже достиг чего? Аннулирования. Вот с этих вот трех сторон мы говорим, что каждый уподобляющий является кем? Является аннулирующим. Говорит Шейх ибнон Саймин, «Фаслышубогат варрат алейха». То есть этим сам мы закончили третий раздел основной части, в которых приводились четыре правила относительно контекста в Куране и Суннах, в которых встречаются имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Теперь Шейх ибнон Саймин приступает к следующему, к четвертому разделу основной части. Говорит раздел «Шубогат варрат алейха». Сомнения, которые сеют различные нововведенцы относительно имен и атрибутов Всевышнего Аллаха и ответ на эти сомнения. Говорит Иалам, «Знай, аннабал ахли тауил, аурада аля ахли сунна, шубхатан, финусус минамкитабиус сунна». Зная то, что некоторые истолковывающие, то есть имеют в виду нововведенцы из ашаритов, иматуридитов и им подобных, привели против ахли сунна различные сомнения относительно контекста в Куране и Сунне, в которых встречаются атрибуты Всевышнего Аллаха. «Иддаа ана ахли сунна сарафуга анзагирига». Они заявили то, что ахли сунна поняли эти контексты не в их прямом смысле. То есть смотри, ахли сунна за что ругает нововведенцев? Говорят, вы уводите контексты с прямого смысла на второстепенный смысл. И так делать не разрешается. Вы обязаны понимать контексты, в которых встречаются атрибуты Всевышнего Аллаха, в прямом смысле. Тогда эти нововведенцы сказали привернцу сунны. «Да вы сами так делаете». Тоже есть некоторые контексты, которые вы уводите с прямого смысла и понимаете их во второстепенном смысле. То есть нововведенцы попытались прижать ахли сунна куда? К стенке. Так или нет? И сказать, либо вы отказываетесь от истолковывания этих контекстов и понимаете их в прямом смысле так же, как вы понимаете все остальные контексты. Либо, если вы истолковываете эти контексты и не понимаете их в прямом смысле, тогда вы не должны нас порицать. Почему вы нас порицаете? Тогда как вы делаете то же самое, что делаем мы. И в этом случае вы о нас умалчиваете и мы о вас умалчиваем. Ясно или нет? Говорит, для того, чтобы заставить приверженцев сунны согласиться с тем, что истолковывать контексты разрешено. Или сделать мудагана. Что такое мудагана? Умалчивание. Умалчивание относительно нововведенцев, чтобы нововведенцы тоже умалчивали относительно ахли сунны. И нововведенцы сказали Как вы нас порицаете за истолковывание того, что мы истолковываем вместе с тем, что вы занимаетесь тем же самым относительно некоторых контекстов. Вот это вот что начало. Говорит, И мы с помощью Всевышнего Аллаха, говорит Шейх Ибн Усаймин, ответим на это сомнение. Двумя ответами. Муджмаль уа муфасаль. Один ответ общий, а другой ответ частный. То есть общий контекст, то есть общий ответ и что? И частные ответы, то есть относительно каждого контекста, который они приводят в пример. Аммаль муджмаль фаяталлаххас фишей эйм. Что касается общего ответа, то он заключается в двух вещах. Ахадуума, во-первых, Анна на лану салим, Анна тавсир ассалав, ла асарф анзайрига. Во-первых, мы не согласны, что в каких-то контекстах мы уходим от прямого, смысла. Мы с этим не согласны. Почему? Фаинн азайр аль-калам, ма я табадр мингу, минал ма'на. Потому что прямой контекст слова это то, что приходит в первую очередь в голову. Во-во яхталиф биха сабисиад. И при этом прямой смысл может различаться в зависимости от контекста. Так или нет. Ва май вабаф и лейгин калам. А также в отличие или в зависимости от того, к чему приписывается каждое конкретное слово. Фаинн аль-калимат становится понятным в зависимости от того, как одни слова что делают располагаются относительно других слов. Ясно. То есть, шейх и лейгин, что хочет сказать? Говорит, общий ответ на это какой? Во-первых, что мы не согласны с этим. Мы не согласны с тем, что мы какие-то контексты понимаем не в прямом смысле. Почему? Потому что прямой смысл разный бывает, говорит. Он зависит в зависимости от контекста предложения, зависит от того, какому слову приписывается определенное слово, а также зависит от расположения слов в предложении. И в зависимости от всего этого в совокупности меняется прямой смысл слов. Поэтому мы понимаем эти контексты тоже в прямом смысле. В прямом смысле как их необходимо понимать. Наоборот, ваше понимание является неправильным. И во-вторых, то есть второй ответ, во-вторых, то, что даже если мы согласимся, что мы понимаем эти контексты действительно не в прямом смысле, но это заставляет нас сделать другие доводы из Хур'ана и Сунны. То есть да, говорит Шахибн Атаймин, иногда мы уходим от прямого смысла и понимаем предложение или аят во второстепенном смысле. Но почему мы это делаем? Потому что на это указывает довод из Хур'ана и Сунны. А как мы говорили, истолкование бывает правильным и бывает ложным. Если на него указывает довод из Хур'ана и Сунны, тогда истолкование является правильным, действительным, которое делать разрешено и даже обязательно. Но если на него довод не указывает из Хур'ана и Сунны, только в этом случае истолкование будет ложным. Гори Шахибн Атаймин, а наше истолкование правильно? Так, наше истолкование правильно и не является ложным. Почему? Потому что на наше из толкования указывают доводы из Хур'ана и Сунны. И этот довод из Хур'ана и Сунны приходит либо в самом этом контексте, либо в каком-то другом месте Хур'ана. То есть смотри, приходит у нас аят. В нем мы понимаем его не в прямом смысле. Почему? Потому что на это есть довод. И этот довод может быть как в самом этом аяте, то есть допустим в конце разъясняется этот аят, либо в другом месте в Хур'ане. А не просто из-за разных шубугатов, сомнений, мы отходим от прямого смысла на второстепенный. Вот в этом отличие суннита от кого? От нововведенца. То, что если мы отходим от прямого смысла предложения, то это потому, что на это указывают доводы из Хур'ана и Сунны. А нововведенцы отходят от прямого смысла на второстепенный просто на основании своих доводов разума и на основании своих шубугатов сомнений. Говорит, Так что этот нововведенец думает, что его шубхаты являются доводами и беспрекословными долинами. И этим он пытается дойти до того, что начинает отрицать некоторые атрибуты, которые сам Всевышний Аллах утвердил самому себе в Коране. Или утвердил ему посланник Аллаха. А что касается частного ответа, то он придет относительно каждого отдельного примера. Относительно которого нововведенцы заявили, что Ахли Сунна понимает его не в прямом смысле, а в переносном смысле. И относительно которого нововведенцы заявили, что Ахли Сунна столковывает эти контексты и понимает их не так, как нужно их понимать. И эти примеры, иншаллах, у нас придут со следующего урока. Начнем разбор этих примеров. Шейх Ибн Усаймин всего приведет 15 примеров, и на каждый из этих примеров он даст исчерпывающий ответ, иншаллах, субханакуллаху мабихамник, ашадуаллах, иллянта, астахируллаху атубу иллех. И алам, знай, аннаба'л ахли тауил, аурада аля ахли сунна, шубхатан, финусус миналкитабиус сунна. Знай то, что некоторые истолковывающие, то есть имеется в виду нововведенцы из ашаритов, иматуридитов и и подобных, привели против ахли сунна различные сомнения. Относительно контекстов Кур'ана и сунны, в которых встречаются атрибуты Всевышнего Аллаха. И да, анна ахли сунна, сарафуга анзагирига. Они заявили, что ахли сунна поняли эти контексты не в их прямом смысле. То есть смотри, ахли сунна за что ругает нововведенцев? Говорят, вы уводите контексты с прямого смысла на второстепенный смысл. И так делать не разрешается. Вы обязаны понимать контексты, в которых встречаются атрибуты Всевышнего Аллаха в прямом смысле. Тогда эти нововведенцы сказали привернцу сунны. Да вы сами так делаете. Тоже есть некоторые контексты, которые вы уводите с прямого смысла и понимаете их во второстепенном смысле. То есть нововведенцы попытались прижать ахли сунна к стенке, так или нет, и сказать, либо вы отказываетесь от истолковывания этих контекстов и понимаете их в прямом смысле, так же, как вы понимаете все остальные контексты. Либо, если вы истолковываете эти контексты и не понимаете их в прямом смысле, тогда вы не должны нас порицать. Почему вы нас порицаете? Тогда как вы делаете то же самое, что делаем мы. И в этом случае вы о нас умалчиваете и мы о вас умалчиваем. Ясно или нет? Говорит, Для того, чтобы заставить привернцев сунны согласиться с тем, что истолковывать контексты разрешено. Или сделать мудагана. Что такое мудагана? Умалчивание. Умалчивание относительно нововведенцев, чтобы нововведенцы тоже умалчивали относительно ахли сунны. И нововведенцы сказали Как вы нас порицаете за истолковывание того, что мы истолковываем Вместе с тем, что вы занимаетесь тем же самым относительно некоторых контекстов. Вот это вот что начало. Говорит И мы с помощью Всевышнего Аллаха, говорит Шейх ибн Усаймин, ответим на это сомнение. Биджа лабейн. Двумя ответами. Муджмаль уа муфасаль. Один ответ общий, а другой ответ частный. То есть общий контекст, то есть общий ответ и что? И частные ответы, то есть относительно каждого контекста, который они приводят в пример. Аммаль муджмаль фэйталаххас фишай эйм. Что касается общего ответа, то он заключается в двух вещах. Ахадуума. Во-первых, Анна на лану саллим. Анна тавсир ассалаб. Ла асарб англа ирия. Во-первых, мы не согласны, что в каких-то контекстах мы уходим от прямого смысла. Мы с этим не согласны. Почему? Фаинн азагир аль-калям мая табадар мингу минал ма'на. Потому что прямой контекст слова это то, что приходит в первую очередь в голову. Во-во яхталиф бихаса бисеяр. И при этом прямой смысл может различаться в зависимости от контекста. Так или нет? Во-май вабаф илейхи аль-калям. А также в отличие или в зависимости от того, к чему приписывается каждое конкретное слово. Фаинн аль-калямат иахталифу б ма'на га бихаса б тарки баль-калям. Потому что слова в арабском языке меняются их смысл в зависимости от расположения этих слов в предложении. Во-калям мураха б мин калимат. А предложения в Коране и в Сунни, или в арабском языке, состоят из различных слов. И смысл этого предложения становится понятным в зависимости от того, как одни слова, что делают, располагаются относительно других слов. Ясно? То есть шейх Ибн Усаймин что хочет сказать? Говорит, общий ответ на это какой? Во-первых, что мы не согласны с этим. Мы не согласны с тем, что мы какие-то контексты понимаем не в прямом смысле. Почему? Потому что прямой смысл разный бывает, говорит. Он зависит в зависимости от контекста предложения, зависит от того, какому слову приписывается определенное слово, а также зависит от расположения слов в предложении. И в зависимости от всего этого в совокупности меняется прямой смысл слов. Поэтому мы понимаем эти контексты тоже в прямом смысле. В прямом смысле, как их необходимо понимать. Наоборот, ваше понимание является неправильным. Наоборот, ваше понимание является неправильным. Наоборот, ваше понимание указывает доводы из Хур'ана и Сунны. И этот довод из Хур'ана и Сунны приходит либо в самом этом контексте, либо в каком-то другом месте Хур'ана. То есть, смотри, приходит у нас аят. В нем мы понимаем его не в прямом смысле. Почему? Потому что на это есть довод. И этот довод может быть как в самом этом аяте, то есть, допустим, в конце разъясняется этот аят, либо в другом месте Хур'ане. А не просто из-за разных шубугатов, сомнений, мы отходим от прямого смысла на второстепенный. Вот в этом отличие Суннита от кого? От нововведенца. То, что если мы отходим от прямого смысла предложения, то это потому, что на это указывают доводы из Хур'ана и Сунны. А нововведенцы отходят от прямого смысла на второстепенный просто на основании своих доводов разума и на основании своих шубугатов сомнений. Говорит, так что этот нововведенец думает, что его шубугаты являются доводами и беспрекословными долилями. И этим он пытается дойти до того, что начинает отрицать некоторые атрибуты, которые сам Всевышний Аллах утвердил самому себе в Кур'ане. Или утвердил ему посланник Аллаха. А что касается частного ответа, то он придет относительно каждого отдельного примера, относительно которого нововведенцы заявили, что Аль-Сунна понимает его не в прямом смысле, а в переносном смысле. И относительно которого нововведенцы заявили, что Аль-Сунна столковывает эти контексты и понимает их не так, как нужно их понимать. И эти примеры, иншаллах, у нас придут со следующего урока. и начнем разбор этих примеров. Шейх Ибн Усаймин всего приведет 15 примеров. И на каждый из этих примеров он даст исчерпывающий ответ. Иншаллах. Вот в этом отличие суннита от кого? От нововведенца. То, что если мы отходим от прямого смысла предложения, то это потому, что на это указывают доводы. Сурана и Сунны. А нововведенцы отходят от прямого смысла на второстепенный просто на основании своих доводов разума. И на основании своих шубухатов сомнений. Говорит. Так что этот нововведенец думает, что его шубухаты являются доводами и беспрекословными долилями. И этим он пытается дойти до того, что начинает отрицать некоторые атрибуты, которые сам Всевышний Аллах утвердил самому себе в Коране. Или утвердил ему посланник Аллах. А что касается частного ответа, то он придет относительно каждого отдельного примера, относительно которого нововведенцы заявили, что Азли Сунна понимает его не в прямом смысле, а в переносном смысле. И относительно которого нововведенцы заявили, что Азли Сунна столковывает эти контексты и понимает их не так, как нужно их понимать. И эти примеры, иншаллах, у нас придут со следующего урока, начнем разбор этих примеров. Шейх Ибн Усаймин всего приведет 15 примеров. И на каждый из этих примеров он даст исчерпывающий ответ, иншаллах. Понимает. И эти примеры, иншаллах, у нас придут со следующего урока, начнем разбор этих примеров. Шейх Ибн Усаймин всего приведет 15 примеров. И на каждый из этих примеров он даст исчерпывающий ответ, иншаллах.